Девочка-пай Всем добрый день! Меня зовут Елена Ронина. Я рада приветствовать вас. У меня на канале, который называется «Елена Ронина. Культ поход с писателем». Сегодня очередное видео из цикла. Будет тема и будет разговор. Лето. Каникулы. И вот сегодня мне, знаете, хотелось поговорить на тему каникулы и дети. Как мы развлекаем наших детей на каникулах, чем они занимаются. Ну, поскольку мои дети уже очень взрослые. Сорок и двадцать шесть. И, ну, у меня есть маленький внук. Ну, тоже не очень маленький. Одиннадцать лет. И вот, собственно говоря, вот сейчас неделю я провела с ним на каникулах. Вот прямо от и до мы жили вместе. Эту неделю. Это не так часто у нас бывает. И я к этим каникулам готовилась. И я хочу вам рассказать о том, чем мы с ним занимались. Как я готовилась к этим каникулам. Ну, я надеюсь, что это интересно. Итак, нашему внуку. Ему одиннадцать лет. И поскольку все мы уже сейчас, в общем, возраст у нас идёт по-другому, можно сказать, что наш внук уже, он входит в подростковый возраст. Вот так получается, что мы работающие дедушка и бабушка. Это не такие дедушка и бабушка, которые каждый день забирают ребёнка из школы, делают с ним домашнюю работу, кормят его, поят. Или постоянно бывают с ним на каникулах. Или берут на субботу-воскресенье. У нас вот так не получается. Но я вам рассказывала уже, что мы каждый вечер разговариваем с нашим Борей по телефону, по ватсапу. То есть мы каждый вечер друг друга видим. И мы уже привыкли к тому, что мы разговариваем друг с другом регулярно. И уже у него есть потребность в этом. Мы стараемся не пропускать свои разговоры, потому что это очень важно. И иногда, да, у него есть настроение разговаривать, нет настроения. И как-то вот я вам уже рассказывала, что дедушка может обидеться и сказать, ну, не хочешь же говорить, и не надо. Я себе этого не позволяю. Я понимаю, что вот контакт должен быть. И мы должны сохранять это любой ценой. А, да, они взрослые уже, у них может быть своё настроение. Они могут хотеть разговаривать, могут не хотеть. У них, может быть, что-то случилось. И в нашей власти этот контакт сохранить для того, чтобы, если что-то серьёзное случится, мы будем вот тем как раз звеном и тем адресом, куда ребёнок придёт и с кем он сможет поговорить. Поэтому вот со времён пандемии всё это ещё началось, когда мы вот так вот начали разговаривать с ним каждый вечер. Так это и продолжается. И вот я понимаю, что мы неделю будем проводить вместе. Это вообще совсем по-другому, когда с утра и до вечера, и завтрак, и обед, и ужин, и прогулки, и покупки. И хочется, чтобы у ребёнка об этих каникулах осталось хорошее впечатление. Ну и чтобы мы, в общем, получили удовольствие. Вот это, знаете, наверное, самое главное. Самим получать удовольствие от того, что будет происходить. И поэтому я поняла, что должно быть интересно всем. И перед этой неделей нашей совместной я сходила в магазин Леонардо. Долго там бродила и купила несколько игр. Я вам их сейчас покажу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Это то, что я купила. И это такие, знаете, игры... Три игры я купила с карточками. Одна игра – это правда или ложь. И при этом эта игра, знаете, про путешествия. То есть, с одной стороны, вроде как надо что-то угадать. То есть, какая-то информация идёт о стране. Ну, например, какая страна самая густонаселённая. И что, по мнению, устроители этой игры – это Китай. А мы должны угадать, правда это или ложь. У нас две карточки. И мы эти карточки скидываем. И я и внук говорим, что это правда. Оказывается, что это ложь. Потому что самая густонаселённая страна – это Монако. То есть, с одной стороны, это вроде как игра. С другой стороны, она красивая. И много там чего можно вообще... Какой-то информации найти. Я вам хочу сказать, что это хорошо и нашего внука занимало, и нас занимало. И нам было интересно вообще в это во всё играть. И развивался наш кругозор. Его кругозор развивался. И вот было здорово, что я эти игры купила. Более того, вы знаете, вот эти игры, конечно, с ними надо быть, может быть, несколько аккуратными. Потому что в этих играх часто присутствуют такие слова. Я не знаю, как давно эти игры собирались. Которые сегодня уже не употребляются. Даже мне уже сложно объяснить ребёнку, что это значит. С другой стороны, это опять про богатый русский язык. Собственно говоря, и почему нет. И книги мы читаем из разных времён. Почему бы нашему Боре не узнать вот эти вот самые наименования и названия. Поэтому это всё было очень здорово. Плюс ещё, когда мы только готовились к этим каникулам, мне написала компания. Это рисунки по номерам. Что вот, Елена, нам нравится ваш YouTube-канал. Если вы не против, мы вам сделаем такой подарок. А вы бы нарисовали картину по номерам. Я честно сказала, что я картину рисовать не буду, если можно. Для меня это просто... Ну, у меня нет на это времени. Но, честно говоря, наверное, и... Вот. Ни настроя, ни желания. Но будут рисовать, например, мои внуки. Мне сказали, хорошо. Поэтому мы вот эту картину, опять же, оставили в доме моего внука. И сейчас внук и внучка с удовольствием рисуют эту картину. И это очень здорово. Они этим очень заняты. И вот моя внучка, которой 19 лет уже, она говорит, что это супер. Мы каждый день с Борей рисуем, может быть, не по целой картинке, по... Вот какое-то время там есть в этом наборе и сама картина, и кисточки, и краски, и полная инструкция, как что делать. То есть она осталась очень довольна. И так, вот что я вам, собственно говоря, хочу сказать. И вот как построить день с внуком. Играть или разговаривать, или беседовать. Что важнее и как откликаться. И вот мне кажется, что очень важно здесь соблюсти баланс. И идти от внука, или от внучки. Вот что ему сейчас хочется. Возможно, сейчас ему хочется поиграть. А в какой-то момент ему хочется поговорить. Или ему не хочется поговорить. Ну, где-то можно его разговорить на что-то. Очень важно, чтобы было и то, и другое. И во время игры можно объяснять, ну, как эта ситуация у вас возникнет. И можно спросить, а как у тебя в школе? А как бы вот сейчас ответил на этот вопрос твой друг? А чем вы занимаетесь, когда вы... У вас вечеринки, или вы отмечаете ваши дни рождения? А как ты думаешь, вот, что бы произошло, если бы была вот такая ситуация, если бы была всякая ситуация? Мне кажется, что очень важны совместные прогулки. Когда вы просто много где ходите, и бездумно, и смотрите, может быть, на какие-то и деревья, и цветы. И одновременно возникают какие-то темы для разговоров. Темы, может быть, у внука. И обязательно надо поддерживать эти темы. Мы уже с вами говорили о том, что он периодически начинает рассказывать про своих друзей, про учителей. Очень важно не забывать, как их зовут. Очень важно не путаться в этом. Если запутались, так и сказать, что вот да, как мне периодически Боря говорит, что объясняю в седьмой раз, а ты опять ничего не помнишь. Ну, вот так случается. Но очень важно и друг другу отдавать время отдыхать. И какое-то время вы можете устать друг от друга. Это тоже ничего страшного. Но вот такое времяпрепровождение, оно, конечно, изближает. Это остаётся очень надолго. Это остаётся на всю жизнь. Вот, например, мой муж, у него бабушки и дедушки, они жили всю жизнь в Винницкой области. И он на всё лето, на три месяца всегда ездил к ним на каникулы. Он до сих пор вспоминает, как вот он был у дедушки с бабушкой. Да, они вот столько им не занимались, потому что у них было хозяйство, и сад, и огород. Но каждый вечер, например, бабушка рассказывала ему сказку. Или дед ходил с ним вместе на рыбалку. Вот он пронёс это через всю свою жизнь. Поэтому я надеюсь, что вот мы старались. Мы делали, может быть, даже больше, чем нужно. А наш внук уже сам выберет, что ему интереснее из того, что мы ему предложили за эту неделю. И он нам предлагал какие-то игры. И он любит играть в города. А дальше мы придумывали по ходу что-то интересное. Иногда молчали, иногда смотрели вместе кино. Или, например, он играл в свои компьютерные игры, а я садилась рядом. Вот так, например, вела себя моя мама по отношению к нашему младшему сыну. Вот он играл, она сидела рядом и периодически спрашивала, объясни мне, что это, кто это. Вот так сейчас я поступала со своим внуком. Да, может быть, мне это не моя жизнь, не моя тема. Но всё равно я думала о том, что это же интересно. Вот он так увлечён. А почему он так этим увлечён? Наверное, что-то в этом есть. Но вот все играют. Более того, в эти игры играют и дети, и взрослые мужчины. И как-то это их объединяет. Но, значит, тоже надо вникнуть. Если вы будете вникать в то, чем занимается он, он будет вникать в то, чем занимаетесь вы. Во всяком случае, когда выходит очередная моя книжка, я обязательно показываю ему обложку. И когда я эту книгу получаю, мы эту книгу тоже с ним вместе смотрим. И говорю, вот, посмотри, вот, и какие я отзывы получаю. Вообще, вот, может быть, ни с кем не делюсь, а с ним мы это обсуждаем. И он за меня радуется. И, наверное, ему приятно, что вот, да, бабушка, вот, ну, наверное, интересный человек не только для него, а для других. Внуки – это наше продолжение. Не обязательно, знаете, вот, да, убрать свою жизнь во имя внуков. Я всегда об этом говорю. Каждый человек, он сам по себе, и сам по себе личность. И, как помните, фильм «По семейным обстоятельствам», когда героиня одна говорит, Марина Дюжевой, это же твоя внучка. А Галина Польских ей говорит в первую очередь, это твоя дочка. Да, это не наши дети, это наши внуки. Но уж если мы вот занимаемся сегодня нашими внуками, то мы должны вот полностью им отдать себя, и это время. И главное – не чувствовать себя, что ты перерабатываешься, что ты вот просто убиваешься здесь. Нет, надо получить от этого максимум удовольствия и понять какое-то счастье, и придумать что-то интересное и себе, и ему. И чтобы это время для вас потом, и для него, и для вас, осталось очень ценным, когда вы будете об этом времени вспоминать. Я желаю вам, чтобы ваши внуки тоже, знаете, вспоминали потом часы, которые они проводят вместе с вами, с большим удовольствием. И потом перенесли вот занятия, те, которые вы с ними проводили, для своих детей, а может и дальше, и для своих внуков тоже. Берегите себя, берегите свои семьи. Я рядом. И еще раз. Субтитры подогнал «Симон»